По-моему, на своем канале я еще не рассказывала про покупки постельного белья, но, в общем, у нас сегодня такая премьера. Мы были с мамулей с моей на выходных в магазине Никстори, который у нас здесь есть в Астане. Ну, вообще, это сеть, значит, магазинов по Казахстану, которые продают постель, домашний текстиль. В общем, очень давно я на них подписана в Инстаграме, но не была у них до вчерашнего дня именно в магазине. И, в общем, вчера мы с мамой там зависли. Я не знаю, любите ли вы постельное белье, всякие, я не знаю, полотенца для дома, покрывало, одеяло, подушечки. Но, не знаю, в последнее время я это тоже очень все люблю. Моя мама, конечно же, это тоже все очень любит. В общем, мы там немножко затоварились. Кое-что купили себе, кое-что купили маме. В общем, взяла я попробовать вот такой комплект постельного белья из поплина. В общем, в этом магазине очень быстро все разбирают. То есть у них, я не знаю, довольно часто поступление, но вот размер конкретно, который у меня, у меня он, значит, евро нам подходит больше, еврокомплект. Вот евро семейные разбирают очень быстро. Вот полутораспальные, их довольно много в разных расцветках, в разных тканях. Но вот такие побольше размерчики, конечно, надо ухватывать сразу, как только вот белье поступило. Поэтому мне вот надо было уже хотя бы один комплект постельного белья сменить. Поэтому я решила взять этот из поплина. Вот, посмотрим, как он будет, ну, скажем так, в эксплуатации. Я... У них в инстаграме очень много полезных советов по поводу ухода за постельным бельем из разных материалов. В общем, буду смотреть. Мне понравилась очень расцветочка. Сейчас померю, как она подойдет на нашу кровать. У нас кровать не совсем стандартная, и размер одеяла у нас не совсем стандартный, поэтому всегда сложно. Вот, ну, в принципе, кровать мы скоро собираемся менять. И одеяло пока, конечно, не собираемся, но у нас очень классное, но посмотрим. В общем, буду пробовать. И также у них в магазине можно как бы отдельно приобретать наулочки. Просто не пододеяльники. Вот, ромашки я, например, взяла отдельно на аволочки, потому что ему вот надо было поменять на аволочки. Тут вот две штуки у нас из бязи и поплина они. Вот, такие симпатичные. Много очень детских расцветок всяких разных. И Каролине мы тоже взяли комплект, ну, не комплект, а как бы отдельно взяли на аволочки, просто не пододеяльник, потому что у нее тоже с размерами беда. Вот, ну, в принципе, можно взять полутораспальный, просто что-то ничего не нашла такого, чтобы прям Каролине понравилось. Она у нас уже девочка такая, хочется ей уже чего-то конкретного. Взяли мы просто такое вот в тон розовое белье с цветочками, наволочки. Это, по-моему, да, пододеяльник. И тоже вот такая вот простыночка одинаковая с наволочками. Вот, посмотрим. У нас случился небольшой распакуй, то бишь распаковка. Ну, мы с детками уже открыли, посмотрели, потому что тут просто гигантерская была посылка. И вот мы уже открыли, посмотрели. Сейчас вам покажу. Много-много в этот раз было всего, потому что долго мы не заказывали, короче. Долго мы не заказывали, месяц точно. Короче, все позаканчивалось. Сейчас покажу. Ну, давайте. Скоро мы начнем. Решила в этот раз персику взять вискос. Я знаю, что это как бы вроде не очень хорошо, ну, для котов такой корм есть. Но я заметила, что надо периодически менять корм, иначе приедается, ну, естественно. Поэтому пока он поест вискос, потом в следующем месяце опять возьмем, вот он пришел, собственно говоря, тестировать свой корм. Потом посмотрим другой. Я не претендую на какое-то экспертное мнение в плане того, чем кормить, чем не кормить животное. Персик у нас, кроме сухого корма, мало что ест, если честно. Он ест только куриное мясо, периодически бывает, или куриную печень. Больше он ничего такого не ест. Поэтому вот такой у него корм. Из съедобного для нас я решила попробовать вот такой клубничный сироп по притче. Конечно, я не думаю, что там он какой-то очень натуральный. Есть на флипе сиропы с более, скажем так, точнее, с менее калорийным составом, в котором нет сахара или еще чего-то. Но я взяла этот сиропчик для того, чтобы поливать детям иногда блинчики, оладьи и добавлять иногда в чаи. Я делаю разные такие интересные травяные чаи и немножко туда нужен такой вот подсластитель. Поэтому посмотрим, пока не знаю. Посуда. Я все-таки, протестировав разные магазины в плане цен, поняла, что все-таки посуда дешевле на флипе. И там выбор очень хороший. В общем, решила я нам с мужем обновить тарелочки. Ой, сори за не очень приятный звук. Я не знаю, хорошо их будет видно или нет. Но это вот такие вот тарелочки под второе от Luminark. Довольно-таки большие. Мне понравилось, что они черные. Не знаю, что-то захотелось вот такого цвета. Потом вот такого размера, не маленького, были, по-моему, только тарелочки вот такие черненькие. Поэтому взяли их. Посмотрим, как они будут у нас в эксплуатации. Вообще, в планах потихонечку поменять всю посуду, столовые приборы. Ну, как-то тем, чем мы пользуемся сейчас, уже немножко изжило себя. Дальше. Тарелочки. Это я взяла деткам. Это тоже Luminark. Уже сняли они этикеточки. Такие классные тарелочки. Да, вот Рома комментирует. Они небольшие. Как раз то, что нужно деткам. И что удобно, с ручками, чтобы, ну, как бы удобно их было самим детям относить на стол или убирать в раковину. Классные тарелочки. Такие довольно толстенькие, но не тяжелые. Да. В общем, будем пользоваться. Классненькие. Вот у нас черные, у деток белые. Так, давайте сразу из посуды покажу стаканчики. Также, девочки, кто в поисках стаканчиков, самых обычных стаканов, которые вот всегда нужны дома, под водичку, под сок, под все, что угодно. То есть, как бы, можно и на стол такие стаканчики, я думаю, поставить гостям, если их заказать побольше. Но у меня для гостей, в принципе, есть наборы. А вот именно на каждый день что-то все наши стаканчики перебились. И я вот решила, скажем так, заказать разные и посмотреть, что будет за качество. Вот только таких я взяла. Два одинаковых. Очень симпатичные, такие хорошие, качественные стаканчики. Один я взяла граненый стакан. Для чего я его взяла? Для того, чтобы измерять разные сыпучие, я не знаю, продукты. Сахар, муку. Все это измеряется обычно вот в таких стаканах, чаще всего в граненых. Насколько я знаю, у меня такого стакана не было. Ну, я не скажу, что я их очень люблю, но я считаю, что должен быть хотя бы один такой стаканчик дома. Вот тоже взяла. И вот такой стаканчик. То есть он вроде как бы обычный, но с таким вот узорчиком. Короче, классные. Вот, если честно, таких я бы еще, наверное, парочку взяла. Я, наверное, возьму. Они стоят чуть больше 100 тенге, если я не ошибаюсь. То есть граненый стакан стоит 164, вот эти стоят тоже что-то 180. Все в пределах 200 тенге. Каждый стаканчик в пределах 200 тенге, короче. Поэтому я считаю, что это абсолютно недорого. И отличное качество, на мой взгляд. Ну, по крайней мере, вот так пока. Посмотрим, конечно. Надеюсь, будут они нам служить, и дети их мои не перебьют. Но, в крайнем случае, они стоят недорого. Можно заказать еще. Так, сразу покажу тоже книжечку. Книжку заказала моей маме. Классику она любит Бунина. Просто такую же книгу она увидела в Марвине. Я ее отговорила там покупать эту книгу, потому что она стоила что-то тысячу с чем-то. А на флипе с моей скидкой она вышла всего лишь 850 тенге. В общем, привезу маме. Колготки. Колготки, кстати, тоже заказываю только на флипе. Тоже по той же причине, что там самые лучшие цены. Вот. Люблю вот эти колготки Гламур. Последнее время очень они мне нравятся. И качество у них неплохое. И, знаете, выглядят они так на ноге отлично. Как будто даже немножко утягивают. Вот. Это у меня получается еще 20 тен. И черненькие. Их быстро разбирают, поэтому взяла бы еще, но были в наличии только одни. Зубные нити. Не знаю, пользуетесь ли вы зубными нитями. Я пользуюсь недавнего времени. Вот раньше у меня была вот такая вот от сплат с клубничкой. В этот раз я такую заказала сестре. Я себе взяла вот такую вот. Я пробовала разные зубные нити. Но вот этот от сплат, я считаю, самая такая, ну, из среднего ценового сегмента самая такая неплохая. Ее хватает, кстати, очень надолго. Вот. Может быть, там какие-то Орал-Би и так далее есть получше, покруче, но они и стоят дороже. Вот. Дальше тут у нас с вами косметика. Что-то я разошлась. Разошлась. Но у меня что-то все позаканчивалось. Так. Ну, вот этот дезодорант я уже много раз показывала. Любит моя мама. Я ей его заказываю именно на флипе периодически от Эко-лаборатории. Который вот тоже без всяких вредных веществ. Алюминия, душек, парабенов. Я люблю кристалл. Я пользуюсь кристаллом. Маме кристалл не подошел. Вот. Ей нравится вот такой вот. Так что привезу ей. Так. Би-би-крем. Повторяю, би-би-крем от Аспазия именно тот, который с SPF 50. Вот он мне почему-то нравится прям больше его брата, только который без SPF. В принципе, уже закончила и тот, и тот почти. И вот взяла новый повторить то, что с SPF. он не так выбеливает кожу, во-первых. Во-вторых, реально очень надолго хватает, потому что, ну, буквально его чуть-чуть надо на все лицо. И у него неплохая перекрывающая способность. И как-то вот я так привыкла вот именно к этому би-би-крему, что к тональным кремам вообще возвращаться не хочется. Очень его люблю. Так. Снимаю я, конечно же, би-би-крем гидрофильным маслом, но до этого у меня было другое. Вот это я решила попробовать от SPVAC с макадамией. Вообще очень сложно взять гидрофильное масло, которое бы стоило не как крыло от самолета. Вот, честно, гидрофильные масла довольно дорогие. И я, в общем, решила попробовать вот это от SPVAC. Я потом расскажу девочке, как оно. Может, кто уже пользовался, тоже дадите мне какую-то обратную связь. Будем пробовать. Понравится? Буду брать еще и не понравится, но придется искать еще какие-то аналоги. Вот они, мои красавчики. Эфирное масло. Попробуем. Розовое дерево. Эфирное масло я беру недорогое, потому что мы пользуемся ими чисто для ароматизации помещения. То есть, в аромалампу, иногда там, не знаю, в воду для мытья полов, там, или в ванну, ну, вот что-то типа того. Поэтому беру ароматику. Крем для лица, вот, коллагеновый, вот от этой фирмы Экель, от которой я обычно беру маски тканевые. Я не знаю, хороший он, нехороший, очень буду надеяться, что-то мне понравится. Не очень дорого стоит, ну, по сравнению с остальными корейскими кремами. Вот. Попробую тоже, обязательно вам расскажу, девчонки. Тушь. Тушь я решила повторить с муки айс, которая вот красненькая. Все-таки ее подружка вот с надписью такой малиновой, вот которую у меня сейчас, потом покажу ее, все-таки не так мне понравилось. Вот это мне кажется круче. Именно который панорамный объем с муки айс. Фирма Люкс Визаж. Карандашик. Сейчас мы с вами сейчас мы с вами карандашик затестим. Это Vivienne Sabo 202. Я в общем загуглила, мне нужен был карандашик такого плюс-минус натурального оттенка, но чуть-чуть порозовее. Вот сейчас потестируем его вместе с вами в следующей части влога. Масочку взяла вот такой отжигот с икрой. тканевую. Добавила просто в заказ, потому что у меня пару масочек есть, но вот еще одну взяла. Так, от Керасис кондиционер для волос, такой довольно серьезный у него объем. Не было у меня от Керасис еще кондиционера. Вообще это для дочки, потому что у нее длинные волосы, потому что чем они длиннее, тем больше они путаются. За ними, короче, нужен постоянный уход. Я, у меня таких проблем, слава богу, нет с моей длиной, но у дочки есть. Вот тут удобный дозатор, думаю, буду переливать потом туда со временем. Другие, может, кондиционеры, или может, такой же, если он крутой, но его хвалили. Вот, вообще, конечно, Карлине надо уже обрезать кончики, но, как бы, кондиционер в любом случае нужен после мытья волос. И вот такую штуку взяла. Долго думала, Леврана, для меня еще фирма такая незнакомая, в том плане, что я ничем не пользовалась еще. Слышала, конечно, много про нее. Ну, это двухфазная такая система, 30 на 70, Facial Serum. Вот, там такая сывороточка, которую надо смешивать, масло розы тут. В общем, почитаю, попробую, и расскажу вам, как оно. Решила добавить в свой уход еще и сыворотку. Как-то чего-то стало не хватать в уходе. Кожа, мне кажется, нуждается в каком-то дополнительном питании. Даже не увлажнение, а именно питание. Так, и, не знаю, пробовал, кто-то не пробовал вот такую штучку. Это такой маленький скрабик, содовый. Где тут, блин, написано-то? Какой он фирмы? Я забыла. Короче, девочки, почему-то на ней не написано, на нем не написано этом скрабике, но, может, многие узнали, вот, эти скрабики, они с содой. Я потом посмотрю фирму, скажу вам. Вот. Буквально здесь, наверное, 3-4 применения. Просто очень его хвалят, он стоит недорого, и я решила попробовать. Вот, тоже расскажу. И еще, что хотела показать. Смотрите, как классно флип переживает о том, что вдруг корректор жидкий прольется, и положили его в пакетик в отдельном. Вот это я называю забота о клиенте. Слава Богу, ничего не пролилось, это вот дочке нужно в школу. Канцелярию тоже на флипе вот раз заказала бумагу, 4, альбом, тоже все это беру на флипе, это Карлина уже в детскую отнесла. Я, в общем, очень люблю флип, и заказываю там, ну, вот видите, очень много. Мы уже пришли в спальню ко мне. Вот этот карандашик от Vivienne Sabo в 202-ом оттенке. Я его вообще, ну, как бы, когда гуглила, нашла его как самый, типа, популярный оттенок из карандашей Vivienne Sabo, и самый такой, что ли, ходовой, самый универсальный, и, типа, самый, как, инстаграмный, что ли. Вот. Я сейчас покажу, это тут Ромаха, тут со мной сидит, и я вообще ищу оттенок, похожий на вот этот, видите, какой он у меня уже маленький, это карандаш от Essence, цвет Satin Mouth называется, я не знаю, что за номер, но, короче, цвет называется вот так, ну, вот, а, шестой. В общем, его нету сейчас нигде, по крайней мере, я найти не могу, вообще, в идеале, мне нужен такой оттенок. Ну, понимаете, да, что это не совсем, как бы, оно. Вот они эти два цвета, верхний, это значит Vivienne Sabo, нижний, это вот от Essence, который я ищу. Ну, что-то, в принципе, рядышком, поэтому будем экспериментировать. До этого я сколько не заказывала, ну, вообще было абсолютно не то, это хотя бы что-то все-таки поближе. Ну, и сам карандаш довольно приятный, не сухой, Ромочка, пожалуйста, осторожно. Вот, ну, будем, будем пробовать, потом расскажу вам. и что хотела сказать, что я вот эту тушь вам не очень советую, девочки. Эффект умножения и удлинения. Короче, не крутая тушь, не крутая, быстро очень. Поначалу она еще что-то там не удлиняла, буквально через месяц все, как бы, все свойства пропали, она-то вроде и не высохла, но все качества свои потеряла. Ничего не удлиняет, ничего не умножает, не понравилось. Вот ее, ну, как бы подружка по ремеслу, которая вот красненькая, панорамный объем, вот она мне больше нравится. Вот сейчас заказала ее, а эту фу, выбросим. Да, Ромка? Знаете, чем я сейчас занималась? Отдирала наклейки от новой посуды. Я обожаю новую посуду, но я ненавижу вот эти вот наклейки, которые приходится потом вместе со своими пальцами отшкребать от этой посуды. В перчатках это делать неудобно. Без перчаток у меня все руки разъела от уксуса, потому что, ну, где-то я почитала или увидела, что, короче, уксусом хорошо удаляются вот именно следы от клея. Вот, так что я сняла наклейки, протерла все уксусом, чтобы ушел, ушли остатки клея, всю посудку вымыла, поставила и с чувством выполненного долга вернулась назад сюда разбирать свою дорогую, любимую косметику. Что-то дненько у нас не было с вами айсербовских витаминчиков. Сейчас покажу, что заказала. У нас много чего позаканчивалось. В общем, взяла, взяла всякого разного. Давайте начнем с самой большой банки. Это Женьшень сибирский. Взяла я его мужу. Здесь дозировка 500 мг. В общем, это адаптоген, который, наверное, самый такой многим известный. Про Женьшень, наверное, слышали многие. Бывает он сибирский, бывает, по-моему, азиатский. Вот взяла я сибирский. Ну, посмотрим. Здесь 250 капсул. По идее, надолго должно хватить. Ну, по дозировке тут, я так понимаю, вот по одной капсуле в день. Ну, или как там. Или как врач назначить. Ну, так как мы принимаем сами, посмотрим. Пока он будет принимать по одной. Посмотрим на эффект. Потому что, конечно, под конец зимы, знаете, энергии маловато. Погода у нас очень скачет. И вот как-то хочется немножечко энергии побольше. Так, для себя я взяла радиолу розовую. Вот этой фирмы я, по-моему, еще не пила радиолу. Для меня из тех адаптогенов, которые я пробовала на данный момент, лучше всего подходит радиола. Она вот дает мне самый такой хороший эффект. Здесь всего, правда, 60 таблеточек. Конечно, немного. Я пью ее по одной в день. Ну, буду пить по одной в день. Потом что-нибудь возьму новенькое попробовать. Ну, в общем, будем заряжаться энергией. Так, это энзимы, суперэнзимы. Это для, скажем так, для облегчения переваривания пищи, для того, чтобы, в общем, поджелудочную железу немножечко разгрузить. Ну, честно говоря, лучше почитать отдельно на iHerb отзывы на эти суперэнзимы. Там прям люди пишут, как их лучше использовать, основываясь на своем опыте. Там даже врачи какие-то оставляют свои комментарии. Вот. Одну таблеточку, значит, с едой. Я вообще взяла на такие, ну, скажем так, экстренные меры, когда вы что-то переели, поели поздно вечером. Я, если честно, не могу кушать поздно. Точнее, я не могу есть поздно. И особенно какую-то тяжелую пищу вечером принимать вообще никак обязательно у меня останавливается. Желудок очень неприятная эта вещь. Мизим мне не помогает в последнее время. Вот. Я решила попробовать. Почему суперэнзимы? Потому что здесь и натуральные как бы ферменты содержатся, и животного происхождения. здесь у нас, по-моему, энзимы папаида, и еще что-что-что-что-еще пепсин, бромелайн, папаин. В общем, попробуем. Давно я хотела заказать, здесь 90 таблеточек. Так, пробиотики. Это, значит, ацедофилу с 2 биллиона, 100 капсул. Попробуем, как они. До этого у меня был тоже, по-моему, ацедофилус, только другой фирмы, и поменьше там была вот эта дозировка. Но тоже были хороши. Пробиотики всегда в доме нужны. Это просто, вы знаете, без них никак. Что взрослым, что детям. Это вот незаменимая вещь в нашей аптечке, поэтому всегда на iHerb заказываю. И именно те, которые с iHerb реально работают. Те, которые я покупала раньше здесь у нас в аптеках, типа Линокса, еще чего-то. Вот, знаете, эффекта не давала вообще никакого. Витамин D3 в дозировке 10 тысяч. Тут 120 капсул. Пьем мы вдвоем с мужем. Вот одну такую баночку приканчиваем и вот начинаем вторую. Почему 10 тысяч? Ну, такую дозировку прописал нам врач. И мне, и ему. Врач-терапевт. Будем пить до весны. Весной будем сдавать анализ, смотреть, что и как. Ну, якобы по каким-то новым международным стандартам. Сейчас дозировка 10 тысяч является, ну, чуть ли не профилактической. Не знаю, насколько это верная информация, но, в общем, я эффект чувствую от витамина D, поэтому обязательно пьем. Вообще, конечно, с витамином с D3, по-моему, надо принимать еще К2, чтобы он лучше усваивался. Ну, мы пьем, короче, без К2. вроде пока на самочувствии неплохо отражается. Посмотрим, что там будет в анализах. И детям я тоже взяла пропить D3. Они у меня отдельно не пили, только в составе там разных витаминов. Дочке дозировку 2000 фирмы Doctors Best и сыну Child Life тоже D3, но в капельках. В общем, будем давать, потому что сыночек у меня что-то закашлял. Посмотрим. И последнее это как обычно мужу мы взяли глюкозамин хондроитин. Берем постоянно, как я уже говорила, ему вот как в принципе D3 можно пить практически постоянно, потому что нам всем его не хватает. Так вот людям, у которых есть травмы, которые спортсмены, у которых страдает в общем вот эта хрящевая структура, или как это правильно сказать, короче, врачи назначают это пить на постоянной основе. Здесь 120 капсул, и по-моему в составе да, есть также метилсульфанилметан, который в принципе вот еще один пришел товарищ, ничего с их хер бы мы не заказывали. Вот здесь не указано, что он в составе есть, а в составе он все-таки есть. Вот. Вообще, честно говоря, я думаю, что мне бы тоже надо пропить хотя бы курсом, не постоянно, хотя бы курсом, потому что, знаете, что-то как-то у меня моя травмированная коленочка стала тоже о себе иногда давать знать, и ну, я думаю, надо бы пропить. Вот такой вот у нас заказик. Вот. Конечно, это, блин, далеко еще не все, что я вообще хотела заказать. Еще нужны витаминки для зрения. Вот. Еще хотелось бы пропить магний. Тоже как бы надо. В общем, пишите, пишите, что заказываете вы на iHerb, чтобы посоветовали, что вам нравится. Пишите, что вы заказываете на iHerb. Может быть, ссылочки оставляйте. У меня под видео всегда есть промокод на скидку на iHerb. Так что обязательно пользуйтесь. Обязательно пользуйтесь. И те, кто пользуется, огромное вам спасибо.